Я мог бы выпить море И так, всем привет на канале Беларусь Германии Меня зовут Андрей, это Сергей, это сегодня гость, который нам расскажет про электромобиль Почему я решил снять видео про машину Тесла, про электромобиль Потому что я как человек, который ездит на дизеле, как большинство из вас или на пензеле, без разницы Мы как-то с опаской все время смотрели на электромобили Мы не понимали, лично я не понимал, как они заряжаются, где они заряжаются, выгодно ли это Я слышал очень много таких негативных категорий, что люди говорят Да там Теслу зарядить сейчас дороже стоит, чем твой дизель Вот, и когда собираешься эти факторы, ты как бы с осторожностью относишься к этому автомобилю Но, я знаю Серегу, позвонил, говорю, давай снимем, нормальный человек, тем более пользуется Уже сколько лет ты? Год с небольшим Год с небольшим Это уже опыт, человек может сказать, он купил его не вчера Поэтому, давай вкратце расскажи, что у тебя за Тесла Что за модель, сколько лошадиных сил, сколько литров в бак Ну и все тому подобное Самое главное, сколько литров в бак Да, это самое, давай Всем привет еще раз В общем, у меня Тесла 2021 года Это модуль 3, перформанс, полноприводная У него два мотора, один спереди, другой сзади И аккумулятор на 82 кВт-часов Если это вам ничего не говорит, то это примерно 350 до 400 км Реальной езды по автобанам, городу и так далее То есть не то, что Тесла заявляет 560, а вот 350-400, это который реально Я думал, ты как наоборот, нормальный человек скажешь 700, типа Тесла заявляет 500, но я 700, вот, 200 человек Ну, будет говорить правду, да, чтобы понимали машину, ты брал новую Да, машину я заказываю как на Амазон, только на сайте Тесла Пару кликов, кредитные данные и у вас уже заказ Вам приходит потом уведомление, что якобы переведите оставшуюся сумму И можете забирать свою машину Примерно так это происходит Давай сразу тогда говорим, чтобы люди понимали Вот эта машина новая 2021 года Какая была сумма И еще расскажи, как я понимаю, Тесла Model 3 Есть разные конфигурации Вот у тебя перформанс, есть что-то попроще Смотри по суммам, наверное, будет немножко сложно Потому что я брал ее в прошлом году, в марте И тогда еще цены были немножко дешевле, чем сейчас Сейчас цены подорожали, но несмотря на это Если мы начинаем, есть стартовая Тесла Там на Транж Плюс они начинаются на сегодняшний день примерно 43 тысячи Это то, что вам нужно перевести в Теслу, если вы в Германии живете Но вы получите от города еще 6 тысяч назад То есть машина обойдется 37 тысяч уже 37 тысяч машина обойдется У вас будет только задний привод И все остальное, в принципе, так же Ну, слушай, большинство новых машин, у которых передний или задний привод тоже Это 37 тысяч Плюс, насколько я знаю, в Германии, по-моему, ты еще получаешь скидку от города Если покупаешь электромобиль Ну, так вот, эти 6 тысяч получаешь и скидка Поэтому я сказал, что в Германии, если заказываете Если вы заказываете в другой европейской стране Там машина будет стоить дороже, чем 43 тысячи То есть это именно в Германии она стоит 43 И потом еще вы от города получаете дополнительные деньги И все это приводит к тому, что вы машину берете гораздо дешевле И спустя, например, год аккуратного использования Вы можете машину продать и вернуть свои деньги То есть на данный момент это функционирует так Почему я так работаю? Потому что в соседних европейских странах Как Бельгия, Франция, Денимарк и так далее У них этих скидок нет И поэтому им дешевле взять немецкую годовалую машину Чем взять, допустим, ту же у себя машину подержанную Короче, если покупать Теслу, надо покупать и ехать в Германию И еще, как я понял, ты рассказал про перепродажу потом автомобиля Тесла, я так понимаю, это как айфон в мобильном мире Потому что, да, мы знаем, все покупаем фон Ты инвестируешь деньги в телефон, потому что его продаж Потом более выгодно Покупай андроид, ты теряешь сумму Так что Тесла это на данный момент как айфон в мобильном мире Твой вариант В общем, стандартенш плюс 43 тысячи Потом идет лонг рендж, это полный привод Но она немножко медленнее разгоняется Немножко Давай вот тут уточним Немножко медленнее, это 12 секунд 10 Спасибо, Гуси, что вы крякаете Немножко медленнее, в общем, лонг рендж разгоняется примерно 3,8 секунды с нуля до 100 А перформанс разгоняется с нуля до 100 по данным 3,4 секунды Да Самая дешевая версия, сколько до 100? Она разгоняется примерно 5 секунд Это ужасно медленно 5 секунд, да, это говорит человек, который едет на Тесле Я езжу на дизеле 130 лошадей Он, наверное, разгоняется секунд за 10, может, там, за 12, дай бог И мне хватает этого Да, я со временем прокатился с Серегой И те ощущения от разгона, который дала Тесла Я вот рассказывал в одном из видео Пока на данный момент я не ощущал нигде Я не знаю, я, конечно, не катался в новой М-серии Там, может быть, которая за 4 секунды Дубасе до 100 Да, может быть, там, что-то и похоже Но, слушай, это все равно отличается Вот у электромашины у них же мощность сразу То есть даже пускай та же BMW, она будет медленно раздает То есть она на выходе будет быстрее А те ощущения? Она сразу быстрая Как будто просто реактивная ракета стартует Ну и уже потом на выходе она все медленнее и медленнее Ну, несмотря на это По данным, эта машина может ехать 260 км в час 250 я ее разгонял, 260 не хватило автобана Вот тут я вот хочу сказать насчет Германии автобанов Все прекрасно всегда говорят Какие тут офигенные автобаны Мы в свое время ехали в Хорватию и поняли одно Какой бы у тебя ни был автомобиль 300 или 400 км в час он может ехать Ты всегда стоишь в пробках Всегда стоишь Тут этот ремонт дороги постоянно Поэтому 250, я 130 Средним мне хватает Я еще раз говорю Смотрите, здесь есть встроенный автопилот То есть вы можете докупить отдельное Это стоит дополнительных денег Но того не стоит В общем, тот автопилот, который здесь встроен Он, в принципе, адаптивный автокруиз Эта машина сама видит препятствия притормаживаниях Да, и она сама держит линию То есть она сама видит лево-право Держит линию, притормаживает, разгоняется И это работает до 150 км в час Это больше, чем достаточно Так что, вкратце, мы сейчас пока что писали Что вы будете видеть и смотреть Теперь мы, наверное, сядем внутрь Посмотрим, что же ты за эти деньги получаешь внутри Давай я тебя разочараюсь Потому что внутри там ничего нет Ну, там руль есть Руль есть Что еще надо? В общем, ладно, перемещаемся внутрь Так, переместились мы в автомобиль Сели уже внутрь Ну, начнем, наверное, с самого простого Это с ключа Это как выглядит ключ Ключ выглядит нестандартно Это такая Это карточка просто Хорошо помещается в вашей портмонежке А чтобы войти, ее нужно приложить к раме Когда открывается машина Чтобы стартовать машину Но это не бесконтактно Ты не можешь просто подойти Сразу открыть Надо прикладывать Если хотите бесконтактно Есть отдельный ключ Он стоит дополнительных денег Либо просто подсоединяйте это все к телефону И тогда работайте бесконтактно Я ключ беру просто так на всякий случай Потому что места много не занимает Да кто знает Телефон сел еще что-то В общем, вы можете сюда карточку Именно вот здесь эти контакты А тут даже указано Когда как только машина активирует Все, карточку можете убирать Пока машина едет Уже не надо показывать Дальше, наверное, начнем Что у нас находится в салоне Салон у нас кожаный Как видите, это вот белая кожа Слушай, кожа только белая может быть Или еще есть вариант там черная Два варианта Белая кожа, либо черная кожа На самом деле это не кожа Это кожзам Какая-то веганская такая Слушай, у меня ботинки Где-то такие были нормально Да, совсем от твоей ботинки как пример В общем, есть в черном виде Есть в белом виде В черном виде Мне не нравится то, что вот эта вот панель Она такая деревянного И не очень выглядит не очень На взгляд не очень классно Это у нас пластик 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 Вот если будет у них возможность Взять, например, бежевый цвет Вот я сразу двумя руками за Белый цвет стоит до оплаты Черный цвет стоимость База Да Ну да, если так посмотреть То салон реально спартанский Он настолько простой Здесь есть руль Здесь есть у нас встроенный Просто огромный планшет И все, да Ну, есть еще две педали даже Две педали Два рычажка Да, два рычажка Все, больше нет ничего Здесь нету вот этих привычных всех нам Дефлекторов Вот этот вот Откуда воздух тут Покрутить что-то Здесь нету, кстати, ручек Здесь есть кнопка Вот, вот, смотрите Я нажал кнопку Дверь приоткрылась Я ее открыл Закрыл Слушай, если Так, я закрыл Если у нас что-то случилось Электроникой И кнопка не работает Там есть ниже механический Это вот это вот Рычажок, да Вы тянешь А, вот так вот Вот это будет жалости Если вы будете им часто пользоваться В смысле? Жаловаться Потому что она хочет Чтобы вы пользуетесь Электрической кнопочкой Это тебе напишут Предупреждение Лиза Сейчас попробуем Сейчас я вот дерну За рычажок И она мне показывает Вот, она мне говорит Пожалуйста Не надо Мануально Открывать дверь Для этого Придумали тебе кнопочку И даже нарисовали На нее Обозначение Связано это с тем Что когда вы нажимаете На кнопку То окно Съезжает вниз И открывается А мануально Да, да, да Это резинки Портятся А когда мануально То просто Это как говорили Выход в самолете Да, ну это Если аккумулятор Совсем сел Ну да Вот это вот уже Одна из фобий Про которые я читал Это много людей пишут Да вот Там постоянно С кнопкой Проблемы Ты не вылезешь С машины Все Ты вылезешь Никаких проблем Нету Сейчас про бардачок Вот у нас тут есть Наличий бардачок Но так я его открыть Не могу По логике То есть он открывается Через меню В принципе вот так Видите машину Когда в нее сели Нажимаете меню И здесь справа Открыть бардачок Можно поставить пароль Я его поставил Так давай пароль Я не буду снимать А ты нажимай И сейчас Все все стоят Такой Как же Записать Дышка Но у меня стоит Да Вот у меня стоит Здесь это встроено Потому что Здесь есть камера По бокам камеры Сзади камеры Выглядит это примерно так Вот сейчас мы видим Штатив мы не украли Посмотри Вот мы сейчас Штатив Это запись Причем Что вы когда смотрите Запись Вы можете менять Углы Как мы То есть это Сзади Также можем зайти Например И посмотреть Здесь есть несколько Вариантов То есть Вечта Это именно охранник Когда машина паркуется Сгоню сюда Это вот на мойке Да Лицо замаж А то вдруг Человек не легально В Германии Ну если бы ты это не сказал Я думаю В общем можно Все это посмотреть Как это происходит Также Дэшком Это в пути Вот мы ехали Ты катался до горы Можно так же Вот листать Что-то И каждый раз Когда вот это вот происходит Красная штучка Это означает Что что-то произошло В этот момент А я скажу Что здесь произошло Если мы отмотаем назад Человек неаккуратно Открыл дверь И тем самым Задел Мою машину А даже вот настолько Все это сенсор Срабатывает Что Я вышел И сказал Но там на машине Еще не было В общем да Тесла оборудована Таким вот помощником И как это сказать Не помощника Охранник Видеоохранник Следующая Тесла Вы получаете Постоянное обновление Они прилетают по воздуху Чтобы скачать Нужен Wi-Fi Но причем Wi-Fi Очень хорошо Слушай А куда симка здесь вставляется Тут симка Или как вообще Или что Как это работает Тесла ее встроила То есть Об этом забудется Так же не надо Тесла ее встроила Интернет здесь всегда есть Машина всегда в интернете Ты за это платишь Это халявно Или нет Да и нет То есть первый год На модели Long Ranch и Performance Идет бесплатно Абсолютно Так же идет Спотифай бесплатно В YouTube можете смотреть Сколько влезет Игры играть И так далее После первого года У вас есть возможность Либо вы платите 10 евро в месяц И у вас так же YouTube Спотифай И так далее Плюс Актуальные дороги Пробки Все это отображается Либо вы говорите Нет я платить не буду Тогда карта в принципе Работает Но просто эти вот Пробочки И так далее Вы их не увидите Мы сейчас сидим здесь Короче Образно Ты обязан Желательно платить Чтобы было актуально Обновлялись карты Слушай я общаюсь С многими Тосоводами И далеко не каждый Плачет А ты можешь телефон Обновлять допустим Данные как это я делаю Вот я загружаю Карты с телефона На машину А зачем они актуальны В принципе здесь А на данный момент Пробки Речь идет просто о том Что пробки не будут показывать Ну это самое главное Слушай Слушай Я не знаю как Кто Но 10 евро для Германии Это не о чем Приложение Выглядит оно примерно так Мы сейчас сидим в машине Но несмотря на это Даже если вы находитесь дома Вы заходите В машину Нажимаете Посмотреть что вокруг машины происходит А это онлайн Все происходит Это все происходит онлайн Можно сейчас будет жаловаться Потому что мы здесь внутри сидим А типа Да Очень жаловаться Ну не суть Из дома Это функционирует Довольно хорошо В общем Что еще Мы начали про интерьер Немножко Занесло Ность подальше Что еще У нас есть Стеклянная крыша Да Это как Это просто крыша Она не открывается Не закрывается Вот как она есть И как Как вот солнце Допустим Потому что я вижу Здесь можно даже смотреть Что происходит Ну камера Наверное не покажет Не сфокусирует Что сейчас происходит Наружу Я вижу Это когда яркое солнце Тебе не мешает Ты же Когда мы ехали Вкроацию На автобанщике Вот именно Ехали свои 20 километров в час Потому что в пробке Да-да-да Я тоже там был При температуре Плюс 40 35 Да То мне уже Начало поднаедать Потому что солнце Постоянно светило Это был единственный раз За все время Просто единственный раз Какие-то короткие Переезды Сильное солнце Вообще не мешает Клима хорошо Все отрабатывает Но вот на долгом переезде Конечно Ну что все Я тоже там Слышал, что вот-вот там Солнце Вы там сгорите Потому что оно Да, там защита есть Но она Опять же Китай Китай Не отстает Они уже придумывают Такую типа Сеточку Она так вставляется Аккуратно Все Эргономично Слушай, а если Просто пленкой Закатать сверху Или Почему бы и нет Все решить можно Я думаю Это не та проблема На которую можно Жаловаться Типа боджета Тесла Какой кошмар Теперь хотелось бы рассказать По месту Вот мы Я метр восемьдесят шесть Ты Метр семьдесят Метр семьдесят Идеальная машина Для Два еще Относительно Небольших людей То есть Если Вот Метр восемьдесят Шесть Спереди И сзади Это будет Боль Ты Метр У нас Сколько Тридцать Так Кстати Да Вот ручки Дверные Вот Что Хотел Показать Почему Нельзя Мануалкой Потому что Стекло Опускается Чтобы резинку Не Дергать Ты Раз Кстати Как ручки У тебя Замерзали Зимой Потому что Я читал Что Все Люди Там Жалуются На Это Да Так же Как на ДВС Если у вас на ДВС Замерзли Значит у ТЭСа Замерзли Слушай Я не знаю Поверят ли мне люди Но мне С большего Закрою дверь Чтобы Полностью Проникнуться Можно Я головой Не упираюсь Кстати Ну только Если там Подпрыгнуть На кочках Если мы будем Где-то На ней На трамплинах Прыгать То я Возможно Головой Тебе Выбью Даже Стекло Слушай Еще такой Человек Со мной Рядом Сядет Конечно Место Похватать Но Жить можно Так что А сзади Есть рефлектор Неужто Боже мой Хоть где-то Сзади Вот есть Рефлекторы И два Type-C Type-C Более того Сзади Есть Обогрев сидений У всех трех Это вот круто Это Например Переходе Вот видите У всех трех Включить Выключить Я могу Только спереди То есть Тот Кто сидит Сзади Он должен Терпеть Если вдруг Кто-то Решил Типа Если кто-то Много Говорит Летом То можно Ему просто Поджечь Можно Чтобы Да Горело Одним кликом Можно все Отключить Спереди Есть Также Естественно Обогрев сидений Но он сейчас Сделан на автомате То есть Можно включить Авто И в зависимости От температуры В машине Он будет Либо подогревать Либо Выключать Подогрев То есть Он все Это сам Слушай А вот эта Фишка Сейчас показана Типа Как воздух Распределяется Да А покажи Как это регулировать Вот Все интуитивно Пальчиком Двигать Я не знаю Как на камеру Это передать То что воздух Оттуда выходит Я чувствую Уже рукой Да То есть У Теслы Вот особенность Спрятана Вот здесь В мозгах То есть Если мы зайдем В климу Они подумали Они реально подумали И сделали Такой пункт Как Хунды модус То есть Это означает Вы оставляете Свою собаку В машине Чтобы она Не спарилась Пока ждет Вас на парковке Пока машина закрыта Машина закрыта И при этом Работа Продолжает работать Клима Если мы выйдем Из машины Здесь появляется Табличка Типа Не переживайте У меня все хорошо 21 градус тепла Мой хозяин Скоро придет А вот так вот А почему Это не назвали Режимом для детей Потому что я слышал Такие проблемы Были Потому что Не надо Оставлять в машине Очень хорошо Это работает Когда у вас Например Теща сидит в машине И говорит Я сейчас хочу Так давай Тут завязывать Ты Есть также Кемпинг модус В принципе Похожая На собак Растройка Как его собак Разница в том Что Вы можете Ночевать в машине И машина Всю ночь Поддерживает Ту же самую А хватит Ли вот Зарядом Батарея Мы пробовали Это было Летом Было не так Что тепло И хватило Ну Я сейчас Могу соврать По-моему За ночь Процентов 7 Потратилось 7 процентов Ну это разумно Нет Это вообще Потому что Если грубо говоря Что двери Представлять Такую ситуацию Раньше Мы допустим Машине Ночевали Закрываешь Окна Жарко Душно Дышать Тебе надо Включать Открываешь Окна Залетают Комары Да 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 Либо Заводить Заводить Тебе начинают Газы Втягивать В машину Ну слушай И за ночь Ты Соляры Спалишь Нормально Я могу сейчас Ошибаться У меня У меня на канале Есть видео Где мы были Кемпинг И там Я все Рассказал Сколько машина За ночь Скушала Ну это Прикольно Такая фишка Да Кстати Потому что Если ночу Иногда Комары Это вещи Которые Задние сидения Откидываются Ложитесь Получается Можно себе представить Так что Ноги Просовываете В багажник Здесь Спереди Голова Включайте Кемпинг Модус Здесь Подключается Камин То есть На экране Такой Типа Светит Камин Звук Кастрация И Естественно Из климы Выходит Теплый Ветер Как будто От кастра И как раз Ты засыпаешь И не слышишь Как будто Скручивают Колеса Блин Тесла Все Продумала Ладно Идем смотреть Багажник Потому что Багажник Тоже Вещь Очень Необходимая Багажник Изнутри Салона Ну Что по Багажнику Да Я как Человек Который Ездит На универсале Я Принципиально Не выбирал Такую машину Потому что Сюда Я не могу Шкаф Засунуть Стол Пианино Бетономешалку Ну Ты понимаешь Да Вот Эти Все Есть Такая Сложность Определенная Ну Допустим Вот Ёлка Новогодняя Хватила Багажник Слушай Как бы Затариться Съездить Вот А еще Ниша Потому что Запаски Здесь тоже Нету Запаски Мотора Нет Как такового Подожди Передач А что У тебя Тогда Спереди Пошли Посмотрим Мне Вот Интересно Закрывается Кнопочки И как Это Открывается Спереди Это Тоже Типа Надо Где-то Дергать Здесь Или Нажимаешь Либо Через Приложение Ну Вот Сейчас Мы Открыли Так И Что У нас Там Внутри А Все Еще Грубо говоря Образно Ты можешь Сумку Лишную Положить Да Робот Я сюда Очень часто Кидаю Закупки Потому что Очень удобно Ну Да Он Небольшой Это Не Шатается По Багажнику Как Это Часто Происходит Как Если Даже Что Раз Зальется Все Что Сем Надо Заливай Все И Больше Ничего Ну Да Так Давай Сейчас Расскажем Сколько Будет Стоит Тебе Проехать На Тысячу Тысячу Километров Мы Посчитали Что На Дизеле Мне Становится Тысяча Километров Это Бак Это 96 Евро 60 Литров По Один Там 6 1 7 Когда Это 96 Евро Мне Стоит Проехать Тысячу Километров За Городом То есть Минус Городе 800 Мы Будем Отталкиваться От Этой Суммы Сколько Стоит Тебе Проехать Тысячи Километров Я Здесь Открыл Свою Статистику Разно Ну Мы Посмотрим Вот Пример На Вот Эту Здесь Проехал 560 Километров И Средний Расход 200 Ват На Километр Получается Что Бы Проехать Тысячу Километров Нужно Потратить 200 Киловат Не 20 И Один Киловат Стоит Если Заряжаетесь На Простой На Городской Зарядке Он Стоит На Сегодня 42 Центов В Зависимости От Тарифа Сколько Это Вы Посчитаем Получается Если 20 Умножаем На 42 Цента Теперь Наверное Самое Интересное Мы Поговорили Про Сумму Поговорили Про Третье А Теперь Какие Ощущения Дает Тесла Потому Что Любой Человек Особенно Мужчина Владея Машиной Как У Меня 136 Лошадиных Сил Кажется Она Выгодна Она Экономична Все Хорошо Мне Хватает Но Иногда Хочется Придубасить Хочется Сесть Один Без Семьи Даже Пустая Дорога Нет Ограничений Хочется Нажать Педаль И Рвануть Я На Опеле Этого Не Делаю Принципиально Потому Что Я Перейдем Покажем Раз Два Трид Она Это Я Наверно закричал даже потому что я сел вжался немножко сейчас про я хочу эти эмоции заснять это был какой-то трэш ну что давай я готов эти ощущения не даст не один автомобиль кроме тарами теста до сплет но там вообще по моему разгон за две секунды по моему до 100 и одна секунда обещают на 5 что поправочка не прям с нуля можно немножко накатаны и так сейчас мы остановимся и я расскажу почему вот переносимся сюда во первых там уже мы были ограничения во времени во вторых я очень многое вырезал потому что сергей рассказывал реально интересно про все мелочи о своей машине я оставил что-то самое интересное большинство я повырезал но если у вас еще возникнут вопросы можете писать мне или оставлю ссылку на сергея на его инстаграм он вообще ведет канал где рассказывать именно про тесту как он катается сколько она заряжается сколько он за это платит вообще все нюансы про теста вот можете перейти оставлю ссылочку и к нему на канал посмотрите вас реально это заинтересовало и вкратце вот до видео у нас закончилось так как-то непонятно потому что мы прокатились и вот те ощущения которые я получил после того как мы первый раз разогнались от 0 до 100 замеры мы не сделали потому что мы уже были ограничены во времени но я думаю это еще впереди мы реально сделаем замеры посмотрим но судя там потому по видео как я смотрел там наверно 3 с копейками там меньше четырех секунд до 100 разгоняется я просто сел взял камеру я не ожидал да мы уже это делали пробовали и эти ощущения не передали тебя просто внутри все как будто иногда катаешься на американской горках там у каждого в городе наверное есть ты резко падаешь ну как падаешь спускаешься вниз у тебя как будто все поднимается пытается перевернуться внутри и я просто я начал как-то непонятно там подкрикивать и вот все сковывает это просто сидишь такой все остановились потому что может скорость застоит и да ладно вот это вот что сейчас было я думаю мы надо наверно надо будет сделать вот отдельно замерность как-нибудь серёга опять встретимся это будет интересно ну а так все вопросы если что-то еще по тесте можете к нему еще много информации осталось который я вырезал но я понимаю себе сейчас сделал полностью этот ролик там был бы минут на 40 это минимум поэтому как есть вот так вот я вам это и показываю тесла конечно великолепно это что-то с чем-то вам спасибо за просмотр данного видео пишите комментарии вопросы насчет этого автомобиля это реально интересно я о нем тоже задумался пишите свое мнение насколько вы готовы к покупке электромобиля или не готовы какие варианты вы рассматриваете так что спасибо еще раз за просмотр и до следующего видео пока у меня